Приветствую вас! Я, конечно, не знаю всех подробностей вашей проблемы, не знаю всех аспектов, всех нюансов вашей ситуации. Вот, ну, помимо только того, что вы написали. Вот, поэтому я вам дам некоторые моменты, дам вам некоторые ориентиры, которые вам, ну, мне хочется верить, что помогут найти решение, решение, ну, вот того, что с вами происходит. Потому что, я понимаю, что мало хорошего, мало хорошего, когда ты начинаешь что-то делать, а потом это всё идёт коту под хвост. Вот, значит, давайте так, вначале. Вначале нужно сказать о прекрастинации. Прекрастинация – это откладывание на потом всех дел, которые нужно выполнять. И, соответственно, прекрастинация – это такая современная болезнь жителей мегаполисов, крупных мегаполисов. Это прекрастинация. О прекрастинации написано очень много. Вот, вы можете найти информацию об этом в интернете, если у вас будет желание. Вот, но основная парадигма этого состояния заключается в том, что человек, во-первых, испытывает очень много мотивов. То есть, мотив имеется в виду, что у человека проблема с мотивацией. У человека проблемы с мотивацией, довольно серьёзные проблемы с мотивацией. То есть, где моя мотивация? Где мотивация, например, не моя? Если я, там, делаю что-то, то зачем я это делаю? Понимаете? Вот. Это такое вот первичная особенность, первичный вопрос, который вам надо себе задать в первую очередь. Потому что это важно. Это очень важно. Если вы поймёте вообще, где ваша мотивация, а где мотивация, например, не ваша. Вот, вы говорите, я много начинаю, много всего начинаю, вот, но всё бросаю, да, вот, всё бросаю. Почти, почти всё. Вот. Ну так, и вопрос возникает тогда. Знаете как? Вот. Если вы всё бросаете, значит что? Вам это не нужно. Если вы всё бросаете, значит что? Непонятно, для чего начинаете. Вот. Ну вот, именно вопрос-то и в этом и заключается. Для чего вы начинаете? А когда начинаете, чего ожидаете вообще? Чего вы ожидаете от того, что делаете? Чего вы ожидаете от того, что вот, ну, от того, что вы занимаетесь? Какие ожидания и почему? Ради чего начинаете делать? Ради самого дела или ради каких-то других, ну, другие у вас мотивы? Я, конечно, не могу сейчас сказать, какие у вас мотивы, но когда они есть, тогда не есть у вас эти мотивы. Это очевидно. Вопрос в том, какие мотивы. Вопрос в том, чем вы руководствуетесь. Опять же. Чем вы руководствуетесь. На мой взгляд, это важно. Это важно, если мы говорим именно о прокрастинации. Вот. Дальше, значит, далее. Далее. Далее можно говорить о такой характеристике, о такой черте, как внимание. Внимание – это на самом деле довольно серьезная характеристика, потому что без внимания не получится ничего сделать. Без внимания нельзя добиться чего-либо, без внимания нельзя удерживать фокус на чем-то другом, на чем-то конкретном, чем-то постоянном. Нельзя без фокус. И, соответственно, если у вас есть определенные проблемы с вниманием, то есть, если вы отвлекаетесь, если к вам в сознание постоянно лезут какие-то другие мысли, то либо у вас рассеянное внимание, и вы не можете его концентрировать, тогда его нужно тренировать через упражнение. Вот. Либо у вас есть мотив отвлекаться. Ну вот, например, я хочу есть – это самый банальный пример. Я хочу есть. Мне нужно работать. А я хочу есть. И, естественно, я все время думаю о еде, потому что я голодный. То есть у меня есть попредственность, попредственность не удовлетворена, и она меня отвлекает. Вот. И вопрос здесь отличается именно в том, насколько ваши попредственности удовлетворены. Если мы говорим именно о фактах отвлечения, да? Вот. Если имеется в виду, например, если имеется в виду рассеянное внимание, то тогда можно говорить о, например, таких вещах, как тренировка внимания, да? Значит, здесь что нужно. Берете листочек бумаги и заостряете на нем, значит, фокус. Вы остряете на нем фокус и на протяжении хотя бы нескольких секунд, если это возможно, думаете только о листке бумаги. Если получилось хорошо, если отвлеклись, значит, нужно будет опять повторить эту попытку до тех пор, пока, собственно, не получится результата. То есть, пока вы стабильно не будете удерживать свое внимание на протяжении этого времени. На протяжении времени внимание удержали хорошо, тогда время увеличиваете и, значит, так вот постепенно, 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 так вы и будете увеличивать продолжительность своей концентрации. Вот. Это, значит, то, что касается внимания, то, что касается мотивации, тоже важный вопрос. Зачем я это делаю? Для чего я это делаю? В какой цели я это делаю? Что меня движет на то, чтобы это делать? Вот. То есть, это такие вот довольно важные моменты, о которых человек может просто не задумываться. Вот. Вы, например, могли и привыкли делать только то, что вам, допустим, говорят, то есть, ну, какую мотивацию вам дали, ваше окружение дало. Вот. Вы такой мотивации придерживаетесь, то, что оно, то, что эта мотивация вам вообще не интересна, это уже детали, и никого это не интересует совершенно. Вот. Такая проблема, к сожалению, тоже может быть, и тогда нужно просто постараться, ну, подумать о природе этой мотивации, и о том, зачем, для чего вы, вот, следующее мотивация именно этих людей, и избавиться, что важно, от лишней, от лишней мотивационной нагрузки. То есть, понимаете, это вот, пожалуй, принципиальный момент. Чтобы вам делать то, что вы хотите, чтобы вам доводить все до конца, нужна адекватная мотивация. Если мотивации больше, чем, например, вы способны вынести, если мотивации больше, чем вы способны вместить себя, то вот, соответственно, проблемы будут из-за этого. Потому что, ну, а как, как можно удержать мотивацию на определенном уровне, если ее явно будет больше? Это и ваша мотивация, и мотивация других людей, каждого своя, и ожидания каких-то этих людей от вас, вот, и так далее. И вот здесь нужно определиться, а моя-то мотивация где? Конкретно моя мотивация. Если не определились с этим, то сложно будет. Хоть в этих направлениях, я полагаю, вам имеет смысл подумать. Подумать, конечно, было бы лучше, если бы вы подробно, подробнее свою ситуацию описали, вот. А еще было бы лучше, если бы вы подробно с психологом пообщались на эту тему, рассказали бы о том, как давно у вас это происходит, почему это происходит, какие у вас вообще обстоятельства в вашей жизни, что вы вот так оказались в такой ситуации. Вот. И все это нужно постепенно, постепенно выезжать, разбирать и очищать. Понимаете, что-либо делать, это механизм такой, произвольный, если угодно. И, как любой произвольный механизм, он, как бы, подчинен только вашей воле. Если у вас воля не справляется, значит, у этого есть препятствия. И эти препятствия, их нужно убрать. А, естественно, непонятно. Естественно, непонятно, что это за препятствия такие. Потому что о вас ничего не известно на самом деле. Понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok